Какие основные такие требования к аппаратам, к датчикам? Какие желательно программы, программные опции иметь в аппарате? Ну, в первую очередь мы говорим о том, что аппарат, который предназначен для именно Point of Care Ultrasound, должен иметь определенные характеристики. В первую очередь связанные с мобильностью. Мобильность очень важна, потому что много пациентов, много мест, где мы можем выполнять диагностику или выполнять интервенции. И всегда удобно пойти туда, аппарат взять под мышку условно, сложить его. Поэтому нас интересует в первую очередь планшетного типа, портативные аппараты. Но важно сказать, что, допустим, в отделении реанимации важно, чтобы была тележка. То есть аппарат должен на колесах быть, потому что мест, куда поставить аппарат, вот снять и поставить, их всегда не хватает. Там что-нибудь стоит всегда. Это не просто так там стоит. Поэтому в этих условиях, в условиях одного отделения, допустим, или операционные. Да, обычно операционный блок представляет собой несколько операционных, где спокойно можно заехать и выполнить манипуляции. То есть вот наличие, основные моменты такие. Это наличие колес, что мы могли ехать. Наличие возможности снять аппарат с тележки и взять с собой. Это тоже важно, потому что может быть другой корпус, там нет аппарата, или сейчас он занят, и вы тогда идёте своим аппаратом. Что дальше? В условиях отделения реанимации есть риск контаминации оборудования внутрибольничными штаммами, которые присутствуют. Поэтому чем меньше физических элементов, тем больше вероятность, что мы сможем аппарат обработать антисептиками, одобренными производителем, тем самым снизить вот эту контаминацию. Потому что пока что у нас, наверное, недоступен для каждого пациента свой аппарат УЗИ. Возможно, в дальнейшем мы к этому придём. Я просто хочу сказать, вот у нас аппаратик D-State, это Mindray MX7, и вот как раз-таки минимальное количество кнопок, клавиатура у нас и прочие настройки за счёт сенсорного экрана, который тоже легко обрабатывать, легко протирать. Ну это я просто вот как такое, да, то есть Mindray, он учитывает пожелания врачей, да, старается максимальной технологии внедрять в своё оборудование. Вот, и вот как раз то, о чём вы говорили. Да, и безусловно важно, чтобы это было дружественное окружение в программное для врача, потому что мы всё равно не специалисты ультразвуковой диагностики, поэтому должны быть понятные кнопки, обозначенные для того, чтобы врач мог включить, настроить яркость, настроить глубину, возможно, выбрать пресет, переключить датчики тоже. Потому что без этого нельзя работать с УЗИ тоже, да, какие-то базовые нужно про каждый аппарат знания иметь. И я думаю, важно ещё быстрые настройки, быстрое включение аппарата. Важно, безусловно, быстрое включение, то есть, ну, много таких вопросов у нас на курсах задаётся там. Вы пока включите аппарат УЗИ, уже пациент может погибнуть. Ответ на это один, не надо выключать. Не надо выключать аппарат, в стендбай поставили, датчики не работают, он стоит, да, и вы всё время с работающими аппаратами. Безусловно, большие станции, в чём их ещё, ну, допустим, почему они не очень подходят для интенсивной терапии, их включение может 10 минут занимать, да, если серьёзная система экспертного уровня, да. Но отсюда вопрос, нужна ли она интенсивистам, нужна ли она в реанимации, да, если только больше ничего нет, как говорится. Поэтому быстрота включения, простота настройки, возможность обрабатывать. Вот. Если говорить про датчики, да, у нас золотой стандарт для реанимации сейчас какой? Это линейный датчик, который мы используем для вот всех интервенций, там, сосудистый доступ, регионарная анестезия, конвексный датчик для того, чтобы мы могли выполнять эти протоколы. ФАСТ выполняется конвексным датчиком конкретно. И сектор для эхокардиографии, который мы можем опционально использовать, особенно если мы работаем в кардиореанимации, допустим, да, профилирующая патология, и, безусловно, в кардиореанимации, наверное, нужно смотреть сердце. Хотя бы уметь выводить сердце, да, потому что иногда полезно просто вывести, чтобы сделать выводы. Есть работы, которые вот в Норвегии проводились. Сестёр учат субкастально смотреть сердце после кардиохирургических вмешательств, ещё каких-то вмешательств на сердце, для того, чтобы определять, есть тампанада или нет, жидкость есть в перикарде или нет. И они с этим вполне справляются, да. Вот. И мы знаем, что вообще во всём мире есть техники, которые сложные исследования проводят, не являясь там врачами УЗИ, а передают данные уже на пульт, где эксперт сидит и приводит оценку этих исследований. А если мы говорим про медицинную катастроф, там какие варианты возможны? Да, сейчас за счёт миниатюризации техники аппаратов стали меньше, и они стали мобильные, они получили степень виброзащиты, допустим, и мы их можем использовать как в машине скорой помощи, на санавиации, да, там ещё в каких хотите полевых условиях, да. И сам Point of Key Ultrasound начат именно с полевых условий на самом деле. Вот. Поэтому там мы, конечно, в первую очередь в сторону, наверное, планшетных систем, да, ну или вот ноутбучного тоже характера. И сейчас становятся популярными датчики, которые подключаются уже либо к планшетам, либо к телефонам, либо собственный какой-то экран имеют, но прям небольшого размера, что нам позволяет с ними в любой стеснённой ситуации, обстановке выполнять исследования, да. И это так называемый класс ультрапортативных систем, который сейчас развивается, и безусловно, с точки зрения, ну, продажи техники, производители огромный рынок, новые открыли, вот Point of Key Ultrasound, огромный рынок, который включает, условно говоря, всех специальностей, да, и если мы его сравним с рынком ультразвуковой диагностики, где вот сколько врачей УЗИ и сколько врачей других специальностей, то они несоизмеримы просто по своему наполнению, да, сколько у нас анестезиологов только в Москве работает, вот. Поэтому ультрапортативные системы для этого сделаны. И не каждый врач ультразвуковой диагностики сможет работать на портативной системе, подключаемой к планшету, потому что это имеет свои ограничения, связанное с тем, что нету знакомых физических кнопок, которые вы можете не глядя нажимать. Там все на экране, и вам нужно на экране нажимать. Это свои сложности. Ну, это ниша своя для этих устройств, и они для этого и созданы. А вот эти портативные датчики, это, как правило, конвексы, да? Нет, там тоже, как правило, это весь спектр. Есть и линейные, и конвексные сектора. Есть какие-то комбинированные устройства, когда там средней частотности находятся, и они могут модулировать картинку в соответствии с пресетом. То есть там можно как подлинивать, под линейку делать, или как конвекс. Но глобально, да, наверное, конвексный датчик самый оптимальный для до госпитального этапа, потому что вопрос интервенции там постольку, ну, он под вопросом, насколько это под УЗИ нужно делать, да? Особенно там в полевых условиях. А вот диагностика жизнеугрожающих состояний, конвексный датчик идеально в это укладывается, и, безусловно, он является, ну, таким золотым стандартом, наверное, для... Ну да, я единственное, что только сделаю отступление, скажу, что Миндрей тоже идет в этом, развивает это направление. Сейчас на последней выставке в Дубае представили датчик, который проводной, беспроводной, и даже датчик, который подключается к дефибриллятору. А, по поводу опций тогда. Ну, из полезных опций, безусловно, является интересным любое программное обеспечение, улучшающее визуализацию иглы. Это важно, потому что навыки у всех разные, и на первых этапах это значительно может поддержать врача, потому что лучше видна игла, да, ее лучше визуализация и так далее. Если касаться диагностики, вот любые программные, так скажем, возможности автоматического расчета фракции выброса значительно освобождают врачей от рутинных вот этих измерений, которые, допустим, для интенсивистов тяжелы, потому что мы это все время не делаем. И если есть возможность какое-то получить программное решение, связанное с автоматическим, да, я вывел сердце, и мне аппарат через несколько циклов сокращений показывает фракцию. Да, пускай она приблизительна, но мы используем покус этот, да, с целью, что мы сейчас должны понять состояние и посмотреть динамику. То есть я сейчас увидел, вот, и то, что вот вы сказали с дефибрилляторами, это важный момент, потому что следующая рекомендация по сердечно-легочной реанимации, скорее всего, будет уже внедрено непосредственно ультразвук, особенно при отсутствии фибрилляции, когда есть вот эти обратимые причины, которые без УЗИ сложно установить. Особенно, когда вы три раза покачали со скоростью 120, определение пульса на сонной артерии значительно снижается качество, потому что у вас у самого уже, скорее всего, столько же бьется, 120 как бы. И поэтому здесь ультразвук помогает. Ну и важное с точки зрения, допустим, блокад, возможность панорамных восстановлений картинок, когда вы можете, проведя скан, увидеть на протяжении нескольких ультразвуковых изображений, связанных в одну структуру, и как-то для себя понять, это та зона, где вы будете работать или нет. Вот это интересно, то, что может быть. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok